здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас сегодня снова на канале европейская психиатрия сегодня мы обсуждаем интереснейшую тему это применение новых технологий в частности виртуальной реальности в лечении тревожных расстройств как вы наверное знаете метод выбора лечения тревожных расстройств это экспозиция то есть что это значит это значит погружение человека в ситуации которых он боится но такие экспозиции возможно конечно на психотерапии с профессиональным психотерапевтом самостоятельно это все-таки не всегда технически возможно потому что нужно все-таки человека провести через эти ситуации бывает так что не у всех есть средства или время или вообще возможности для индивидуальной работы с психотерапевтом и вот сегодня мы с вами как раз поговорим о том можно ли самостоятельно работать над различными тревожными расстройствами с помощью виртуальной реальности в конце видео я покажу вам несколько программ это конечно не реклама то есть но это будет несколько программ которые уже есть в мире для лечения тревожных расстройств с помощью виртуальной реальности дам вам конкретные сайты конкретной ссылочки которые вы потом найдете в описании и так давайте начнем. И сразу я хочу сказать, что меня зовут доктор София Роттермель. Те, кто первый раз на моем канале, те, кто видит это видео впервые. Я уже несколько лет веду свой YouTube-канал. Я врач, психиатр. Также у меня есть научная степень, докторская степень, PhD по молекулярной медицине. Я училась в Австрии и больше 10 лет работала врачом в Германии. Я также сейчас провожу индивидуальные консультации онлайн. Вы можете записаться. Ссылочка также есть в описании. И стараюсь на своем канале давать вам самую современную, самую выверенную научную информацию на самые различные темы. То здесь мы обсуждаем и какие-то психозы, шизофрению, биполярное расстройство, именно такую тяжелую, острую психиатрию. Но также у меня есть очень много легких, интересных видео, которые будут полезны широкому кругу людей. Итак, мы с вами знаем, что цифровые технологии уже очень давно применяются. Я вам сейчас не открою совершенно Америку. И цифровые технологии, конечно, входят и в медицину, и в психиатрию. Я думаю, что многие моего поколения, вообще те, кто в 90-х был как раз, переживал свое детство, подростковый возраст помнит такой сериал, который назывался «Виртуальная реальность», про группу подростков, которые вот как раз с помощью виртуальной реальности путешествовали в этих мирах, там проходили какие-то события, и это было очень интересно. Но сейчас, конечно, все это ускорилось, особенно с течением пандемии, потому что можно, конечно, по-разному относиться к локдауну, к пандемиям, но бесспорно именно это подстегнуло развитие вот таких вот технологий, потому что сейчас стало возможным все. Стало обучение из дома возможным, стала возможная работа из дома. И, конечно же, есть и мысли о лечении из дома, потому что сейчас, когда я начала сама интересоваться этой темой, я просто поразилась тому, какое уже развитие есть в этом направлении. То есть, наверное, скоро уже когда-то не будет и врачей, или это будет очень ограниченное количество люди, будут лечиться из дома с помощью таких программ и телемедицины. Сейчас, если говорить о виртуальной реальности в применении к медицине, к психиатрии, то этими программами занимаются уже очень много известных фирм. Это такие, например, как Google, Microsoft, Samsung, Sony и другие. То есть, уже очень много наработок. Что же такое виртуальная реальность? Виртуальная реальность — это воссоздание реальности, причем любой реальности в цифровом формате. То есть, когда человек погружается и испытывает различные ощущения с помощью разных модальностей чувств. То есть, это не обязательно только именно визуал. Хотя, конечно, самое простое — это визуальная виртуальная реальность. Но также, конечно, было бы хорошо, если бы человек испытывал, например, какие-то сенсорные ощущения, тактильные ощущения, например, запахи, звуки. И все это, конечно, тоже уже развивается. Такие технологии уже тоже есть. Кроме того, технологии позволяют считывать и состояние человека. И в медицине это даже важнее, чем что-то получать. Но важно также и отслеживать. То есть, обычно в этих программах, которые применяются именно для лечения тревожных расстройств, есть датчики, которые прикрепляются к коже и которые передают уже программе, данные о состоянии человека, о его пульсе, например, о том, потеет ли он, да, о влажности кожи, также о частоте дыхания и какие-то другие параметры. При каких же состояниях можно уже применять виртуальную реальность? Конечно же, это изолированные фобии. Изолированные фобии — это самые простые тревожные расстройства, когда человек боится именно какого-то одного фактора. Самое частое, например, это арахнофобия, когда человек боится насекомых. Или, например, акрофобия, когда человек боится летать на самолете. Боязнь высоты и так далее. То есть, здесь, конечно, самый важный метод лечения — это экспозиция. Экспозиция может быть в воображении, может быть в реальности. На занятиях со своими пациентами, например, я очень часто даю экспозиции, воображение, что это значит. То есть человек пишет текст о том, как он погружается в эту ситуацию. Человек описывает досконально все, что его окружает в этой ситуации, запахи, звуки, максимально реально, в настоящем времени, как будто он сейчас именно переживает вот эту ситуацию. Этот текст потом можно либо записать себе в телефон, либо даже сделать аудиозапись и прослушивать. Вот такое вот регулярное прослушивание текста, либо регулярное перечитывание в определенное время, желательно каждый день, все-таки ведет к тому, что у человека уровень тревожности снижается. Но здесь нам очень важно, чтобы человек все-таки достигал определенного изначального уровня тревожности. То есть, если человек, допустим, читает этот текст об экспозиции в настоящем времени и уровень тревожности не достигает какого-то пика, то это, собственно, бесполезно. Если мы будем говорить уже более научным языком, то мы можем разделить, например, шкалу такую сделать именно тревожности от нуля до десяти. Если человек достигает хотя бы семи-восьми баллов во время таких экспозиций воображения, это хорошо. Если он не достигает, если, например, тревожность находится на трех-четырех баллах, то тогда ни о какой экспозиции, конечно, речи не идет. Очень часто люди, допустим, имеют не очень хорошее воображение, то есть сложно именно погрузить себя в такую ситуацию. Бывает так, что у человека вообще идет эмоциональная депривация, человеку сложно вообще пережить какие-то эмоции, особенно наедине с собой, просто читая какой-то текст. И вот здесь вот, конечно, как раз виртуальная реальность будет незаменимой, потому что с помощью виртуальной реальности мы можем человеку дать любую ситуацию. Можем человека погрузить в любую ситуацию полета на самолете, в любую ситуацию, допустим, нахождение на небоскребе, если есть страх высоты, выступление перед публикой. И даже если говорить о ситуациях, когда мы можем провести экспозицию вживую, то есть in vivo, например, человек боится пауков, и мы идем в зоопарк, находим как раз те павильоны, где находятся пауки или змеи, и делаем экспозицию человеку. Все равно виртуальная реальность может даже достигать вот такого же значения порогового вот этого вот страха, как и экспозиция in vivo. То есть, по сути, это даже, наверное, взаимозаменяемо. Конечно, нужны дальнейшие исследования, но я думаю, с развитием технологий, когда человек будет ощущать и запахи, и звуки, и какие-то 4D, 5D, может быть, технологии, то, по сути, даже не нужно никуда идти, то есть активируются те же самые области мозга, которые необходимы для проживания этой ситуации in vivo, вживую. Конечно же, также и социофобия, потому что не всегда мы можем смоделировать даже в реальности выступления человека. Если человек не имеет таких событий в жизни, очень сложно сделать такую экспозицию, а вот виртуальная реальность как раз может вполне дать человеку такую возможность выступать перед публикой, знакомиться. Если мы вспомним фильм «Матрицы», как раз та знаменитая блондинка в красном, то есть можно сделать ситуацию, когда человек знакомится с девушкой, например, где-то в баре, в кафе, и можно сколько угодно тренироваться в красноречии, в изобретении каких-то комплиментов, тем для знакомства и так далее. И следующая как раз патология, при которой можно применять такие технологии виртуальной реальности, это посттравматическое стрессовое расстройство. При посттравме мы знаем, что тоже применяется метод экспозиции, но не сразу. При посттравме, конечно, нужно вначале человека стабилизировать, то есть дать ему ощущение безопасности, чтобы человек научился саморегуляции, техникам дыхания, техникам расслабления. И только потом уже возможна экспозиция, то есть погружение человека вот в эти травмирующие события, которые он пережил, которые воспроизводятся снова и снова в реальной жизни в виде флэшбэков, в виде тревожных сновидений. И как раз вот в таких программах, я вот смотрела эти программы, которые уже сейчас есть для лечения посттравматического расстройства, и там очень хорошо, то есть там видно, что эти программы вставляли профессионалы. Очень много дается техник именно на расслабление, на дыхание, какие-то медитативные техники, техники осознанности и только потом уже погружение. То есть, по сути, следующим шагом виртуальной реальности было бы как раз воссоздание ситуаций уже индивидуальных, потому что все-таки сейчас программы дают нам те ситуации, которые уже запрограммированы. Сейчас программы просто соревнуются, по сути, кто больше разработает ситуации, но все равно они стандартные. То есть в одной программе 100 ситуаций, в другой программе 200 ситуаций. А следующим шагом было бы так, что человек вводит именно свои воспоминания, описывает свою ситуацию и потом переживает именно свою ситуацию с возможностью переписывания, рескриптинга, потому что, например, есть методы, опять же, в схемотерапии, например, которую я очень люблю и часто применяю, когда мы не просто даем травмирующим событиям происходить опять в ситуации жертвы, когда происходит что-то плохое, какое-то насилие, когда мы переписываем эти ситуации, когда мы меняем конец. То есть, например, человек в эту ситуацию может позвать кого-то сильного, какого-то защитника. Человек может, например, позвать какого-то супермена, супергероя, вымышленного героя, либо реального защитника, родственника или полицейского, или еще какую-то фигуру, который его защитит. И вот такое моделирование ситуации виртуальной реальности было бы, конечно, огромным прорывом, тогда очень многие вопросы были бы решены. Конечно же, еще одна ситуация для виртуальной реальности — это панические атаки. Мы знаем, что панические атаки могут происходить в любых ситуациях стрессовых, которые психика человека воспринимает как некий стресс, некий челлендж. И панические атаки могут также происходить и совершенно без каких-то триггеров, когда человек дома совершенно спокойно находится, и может быть паническая атака. Такие случаи тоже описаны, это уже на более таких тяжелых стадиях заболевания. Поэтому, конечно, панические атаки тоже можно уже моделировать в виртуальной реальности, переживать различные, опять же, индивидуальные ситуации, их набор все время расширяется. Сейчас я вам расскажу, какие программы существуют на сегодняшний день. Я вам обещала, я дам вам ссылочки под этим видео на конкретные сайты. К сожалению, я не нашла ни одного русскоязычного сайта в этом направлении. Есть пока только англоязычные сайты, но самые популярные, вот мы сегодня обсудим, три программы. Чаще всего человеку перед началом работы в такой программе высылается хедсет, то есть это как раз и очки, и специальные наушники. Также высылаются сенсоры кожные, которые прикрепляются к коже и уже позволяют отслеживать состояние человека. На настоящий момент где-то уже около двух тысяч программ таких разработано, и все это, конечно, развивается дальше. Первая программа, о которой мне хотелось бы сказать, вы сейчас скриншот видите на экране, это программа, которая называется Ситуфобия. Эта программа, как уже видно на интерфейсе, позволяет работать с такими ситуациями, как арахнофобия, то есть страх насекомых, это страх полета на самолете, страх выступлений, каких-то общественных мест. Программа сейчас доступна на английском и почему-то французском языках, возможно, разработчики французы. И также эта программа позволяет работать с апсивно-компульсивным расстройством с навязчивостями и также с посттравматическим стрессовым расстройством. Следующая платформа достаточно популярна, это платформа Амелия. Вы тоже сейчас видите скриншот на экране, это платформа, которая позиционирует себя как профессиональная такая платформа, с которой работают уже около 2000 психотерапевтов и более 20 тысяч пациентов. Платформа сейчас доступна на английском и испанском языках, и они предлагают более 100 различных ситуаций, то есть вот я посмотрела по интерфейсу, на самом деле немножко даже более такие реалистичные ситуации, картинки, что касается визуализации, чем первая платформа, о которой я говорила. Последняя платформа это XR Health. Эта платформа доступна сейчас США, Австралии и Израиле. И вот интересно, что здесь платформа не только для лечения каких-то тревожных и фобических расстройств, но также и для лечения неврологических состояний. Вот это, конечно, для меня было тоже немножко шоком, что сейчас уже такие технологии есть, которые позволяют пациентам с тяжелыми какими-то хроническими неврологическими состояниями, например, фибромиология, хронические боли, какие-то состояния после инсультов, реабилитация после черепно-мозговых травм, допустим, спинальных травм. То есть восстанавливаться, проводить реабилитацию именно с помощью телемедицины. То есть здесь программа заключается в том, что человек получает сначала первичную консультацию специалиста, невролога, с которым возможно потом общение и по СМС, по другим средствам связи и получает свою индивидуальную программу. Опять же, с помощью виртуальной реальности, например, делает комплексы упражнений. Все это в игровой форме для улучшения двигательной активности, например, после инсультов. То есть такие программы уже есть. И, как я уже сказала, конечно, это ни в коем случае не реклама этих программ. Я просто здесь представила те данные, которые я нашла на сегодняшний день. И здесь сейчас вы еще видите список из других программ, которые есть бесплатно. То есть есть на сегодняшний день вот из этих двух тысяч программ, которые есть. Вот из них есть некоторые, которые можно скачать и не оплачивая. Они, конечно, такие достаточно легкие, примитивные. То есть там нет такого глубокого, такой глубокой проработки ситуации, как в других программах. И еще хочется сказать о стоимости, потому что часто это вопрос такой. На самом деле не все программы открыто пишут стоимость. То есть нужно писать индивидуально. То, что я нашла, это примерно от 200 до 400 долларов или евро пользования программой в месяц. Вот. То есть заключается контракт, высылается вначале хедсет, другие вещи, и потом человек пользуется. И, как я уже сказала, нет ни одной программы на русском языке в этом направлении. Поэтому, если среди вас есть талантливые программисты, если кто-то хочет поучаствовать в таком проекте, я была бы рада присоединиться к такому проекту именно как консультант-психиатр, чтобы вместе разработать такую программу на русском языке. И напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно ваше мнение отношения к таким новым технологиям, к виртуальной реальности. Насколько вам было бы интересно пользоваться такой программой именно для лечения тревожных расстройств. И я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным, ставьте лайк. И я желаю вам психического здоровья!